всем привет на моем канале сегодня видео не стандартное не про сладкое дело а про защиту сегодня буду шить маски потому что обошла несколько аптек и масок просто нет не только масок но и антисептиков никаких обеззараживающих средств вообще ничего нет единственное что я нарыла это настойку календулы купила здесь содержание спирта этанола 67 процентов запах специфичный но блин куда деться раз ничего нет в поликлинике стоят дозаторы с антисептиком где можете обработать руки но стремновато конечно я вот в детскую ездила стремно так напряжение такое в транспорте я ехала в маршрутке назад я уже с поликлиники шла пешком хоть это и заняло там больше получаса но я выходила из маршрутки мне как-то было немножко не по себе и вот такие здесь у меня маски разного размера поэтому то что я буду дальше озвучивать в принципе вы можете померять размер маски самостоятельно вот эти у меня детские сейчас немножко пробегусь про плюсы минусы они очень удобно и классно если она немножко топырится просто поджать вот здесь вот резиночку вот так сделать меньше ну блин это все понятно так здесь вот эту маску я делала с выточками то есть чтобы к носику хорошо прилегала я делала сверху две выточки вот так чтобы было вокруг носика и снизу единственный минус вы сюда фильтр как бы не вставите потому что вот эти застроченные штучки мешают поэтому фильтр можно вложить прямо вот в эту часть приклеив на двухсторонний скотч либо просто вложить она никуда не двинется а так очень просто нужны только ткани прямоугольные выкройки вот вот в принципе все ну что ж предлагаю посмотреть кому интересно оставайтесь со мной так не пугайтесь это кукла моя я сейчас покажу как сделать индивидуальный замер так чтобы вы могли индивидуально на каждого пошить и не подгоняя там допустим ничего потому что те размеры которые дают не всегда они соответствуют размер вашего лица поэтому шейте на свое лицо где-то вот от ушка немножко пару сантиметров 12 отступить через носик и с этой стороны такая же меточка вот у меня получается 15 сантиметров то есть ширина вашей маски должна быть в готовом виде быть 15 сантиметров плюс пару сантиметров на припуске получается всего 17 то есть вот здесь будет шевчик и высоту маска какая должна быть вот переносица вот здесь смотрите высоту сами регулируйте и до практически шеи вот получается здесь восемь сантиметров плюс по сантиметру либо по полсантиметра на припуске это где-то могут восемь девять сантиметров все здесь у меня ткань с пастильного белья хлопчатобумажная нашли и размер 35 на 23 это я сделаю взрослый такой вариант и маленький вариант для детей чуть-чуть поуже это 20 и на такую же длину 35 и вот эти еще немножко меньше так как у меня разного возрастные дети так вот это вообще у меня коротенькая 28 на 20 ну а эти 30 на 20 что я делаю я складываю пополам примерно отмечаю где у меня серединка так 10 и в каждую сторону по 4 сантиметра сейчас мне необходимо застрочить до метки вот этот центр оставить открытым и дальше вот здесь этой части застрочить этот шов сделать по середине примерно и разутюжить теперь мне необходима резиночка я купила магазине который у меня тут недалеко мы в город уже давно не ездим на транспорте мы не ездим 16 сантиметров таких я возьму 2 и вставляю вовнутрь прокладываю строчку на 05 и теперь выворачиваю на лицевую сторону и теперь необходимо сделать защипы примерно на сантиметр и делаю строчку примерно на 05 с двух сторон 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 Вот такая маска получилась со вкладышем. Туда можно марлю вложить в несколько слоев. И сейчас покажу, как она на ребенке сидит. Надеюсь, это видео вам пригодится, чтобы каким-то образом себя обезопасить при выходе на улицу, в магазин, в аптеку. Вот такие маски. Я вам желаю всего самого доброго и не болейте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok